Доброе утро, дорогие друзья! Продолжаем нашу замечательную работу. Недельные главы Торы. Эмор. Новая глава. А для чего мы все это делаем? Зачем мы занимаемся это? Вообще любое знание человеку для чего-то нужно. Кто-то, например, физику изучает, ему говорят, что тебе понадобится, кто-то химию. Многие люди думают, зачем мне это нужно? Но широко известно сказанное в святой книге Заар. 613 заповедей. Это 613 советов человеку. Советов о чем? О том, каким образом он сможет приблизиться к Всевышнему, что является, наверное, самой большой задачей человека на Земле. Другими словами, вся суть заповедей в том, что они не являются чем-то самостоятельным. Они как бы дорожная карта, указатель, помогающий человеку достичь единения с Творцом. Человеку надо двигаться к Богу. Тем более, что, как сказал Янатан Сакс, человек никогда не отходит от Бога настолько, что нельзя было вернуться. Любой человек может вернуться к Богу. Да, многие теряют эту дорогу, но это и есть жизнь. Надо понимать, что любая трудность в жизни, хорошо спланированная, является необходимой частью прохождения души в этом мире. Ее невозможно избежать, когда человек убегает куда-то туда или сюда. Нет, мир так решил. Бог решил, что тебе вот такая вот задача, ты так делаешь. Все зависит от чего? Все зависит от твоего труда в этом мире. На еврейских надгробиях никогда не пишут даты рождения. Важен только итог, дата смерти. Она отмечает высшее достижение души, момент, когда он уходит из мира, вот этого мира в мир истины, где праведный суд расставит все точки на земном пути и укажет ее дальнейшую судьбу. А наш мир всегда назывался только мир лжи и иллюзий. Это надо понимать. Есть те, кто хотят отгородиться от мира, просто проживут там где-то в берлоге у себя, но согласно, например, иудаизму, отшельник, живущий в своей берлоге, он не только не святой, а грешник, сбежавший от соблазна жизни. Святым можно назвать торговца, который делает все возможное, чтобы не обмануть покупателя. Вот такой подход в иудаизме. Значит, чем больше заниматься торой, тем легче будет одержать вот эта мировая победа над злом. Самой значительной, самой легкой, если вы обратили внимание истории, была легкая победа царя Хискии над войском великого Санхирива. Вроде бы огромный завоеватель, миллионы людей, два с половиной миллиона солдат привел Санхирив к Иерусалиму. Ночью они все погибли, потому что царь Хискии сказал, у меня нет сил убивать, преследовать, не произносить даже песен, как мои предки. Я буду спать, а Бога я прошу сражаться, знать. И ответил ему Бог, что я сделаю, спи. Так сказано в книге Манлахим. И было в ту ночь, вышел ангел Божий и поразил Ассирийский Стан. А вокруг мертвые тела утром. Чем он удостоился? Он возьмел вот так меч вонзил у входа в дом учения и сказал, каждый, кто не будет учить тор, будет пронзен этим мечом. Проверили всех, написано, от Дана до Бершевы, и не нашли ни одного человека, который не знал бы тору. Не нашли мальчика или девочку, которые не знали бы законы чистого и нечистого. Вот какой был мир. И когда мир такой, достаточно лечь спать, чтобы победить врагов. Надо ежедневно напоминать себе, что мы пришли сюда работать, работать и не отдыхать. Вот идет путник по дороге, останавливает его страж и говорит, такая маленькая мазечка, Мой хозяин желает знать, кто ты, куда идешь и зачем. Путник говорит, а сколько тебе платит твой хозяин? Он говорит, 500 золотых в год. А я буду платить тебе полторы тысячи золотых. Если ты будешь каждое утро задавать мне три вопроса. Кто я? Куда иду? И зачем? Вот эти вопросы человек должен задать себе. Цель-то ясна. Говорил Любавический Рэбе, что борьба со злом, когда это необходимо, это хорошее благородное дело. Но не в этом цель нашей жизни. Цель нашей жизни и задача принести больше света. Вот тут вот подумайте. Не за тьмой бегать, света увеличить. А кому что-то мешает, каждый когда приходит, есть времени хватает, здоровья. Это все не так. Наши мудрецы говорили, что когда наши предки готовились принять Тору, а мы сейчас тоже готовимся к шивоту идем, то Бог дал им здоровье. Все вылечились. Это позволило им сосредоточиться на духовной подготовке. Поэтому, когда есть телесное благополучие, все в порядке, если об этом заботится Всевышний. Поэтому, если мы сосредоточимся, сказала Каббала, на духовных вопросах, это принесет нам также и здоровье. И так со всеми преградами. Брахавы от слаха, хорошей недели. И хорошего пути нам. Правильной дороги и меньше препятствий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова